Здарова всем! Сегодня будем делать с вами грустный бумбэпчик в стиле френдли тага для френдли тага. Помчали! Итак, значит у меня есть вот такой вот луп. И так далее. Во-первых, конечно же, мне нужно подогнать его под 8 тактов. Собственно, этим я и займусь. До вот этого хвоста. Хвост обрубаю. Теперь он звучит вот так. Обрезаю вот так вот. И теперь я хочу еще раз тянуть в два раза, чтобы он был еще более таким тягостным. Но очень сильно пищит, очень некрасиво. Поэтому опустим его как-нибудь вот так. Чувственность сразу появляется. Какая-то лиричность. Прям очень круто, очень круто. Соответственно, я вот оставляю только вот эту вот часть. Единственная проблема, что... Местами надо подогнать, сделать поровнее. Соответственно, я сейчас хлопну в ладоши и здесь все уже получится как надо. Собственно, просто при помощи ножа, растягивания кусочков и в дальнейшей подгонке их сделал более ровнее. Что нужно обязательно знать, помнить и делать, когда режете сэмплы. Вот так. Нужно здесь выбирать Декликинг мод и выбирать либо Транзиент, либо Дженерик, Смув, Кроссфейт и, короче, вот один из них. Соответственно, чем ниже, тем больше у него будет вот этот вот Кроссфейт. Кто знает, тот знает. Кто не знал, в первый раз увидел, вот знаете теперь. Чтобы не было на местах обрезки сэмпла кликов. Вот, собственно, вот это вот проделывайте. Спина болеть не будет. Все, теперь давайте посмотрим обработочки. Я вам покажу. Давайте прям последовательно каждую. То есть здесь реверберация, фрутир-реверб, второй мой любимый, родной. Добавил еще больше атмосферы, плюс он сглаживает вот тут вот всякие куски, где вот у меня здесь небольшие вот такие вот щербинки. Дальше дилейчик. После дилейчика идет у меня эквализация. Чуть-чуть серединку я поменьше сделал. Дальше идет хорус Cymatics Memory. Плюс компрессия. Собственно, им я немножечко закомпрессировал все это дело, чтобы оно звучало более ровно по динамике. Чтобы не было никаких всплесков непонятных и прочего. Fruity Love Filter с прессом Simple Low Pass. Он будет иногда включаться, потом в дальнейшем я его покажу. В данный момент я все еще веду набор битмейкеров к себе в команду. Я ищу только замотивированных ребят, которые хотят расти, обучаться, добиваться чего-то в битмейкинге. Я обучаю их всему, что умею и знаю сам. И в дальнейшем, после обучения, начинаем двигаться по пути развития нашего гэнга, по пути реализации наших битов, по пути работы с артистами. Так что, если ты чувствуешь, что тебе не хватает классного окружения единомышленников, знаний, опытного наставника, то по ссылочке в описании есть небольшая анкета. Ты можешь ее заполнить. Мы свяжемся с тобой и расскажем тебе, как попасть ко мне в команду. Заполняю анкету прямо сейчас, а мы едем дальше. Теперь мы будем делать с вами бум-бэп-драмочку. У нас есть кик, снейр, хэт, опен-хэт. Расставляем снейры. Снейры у нас ставятся, конечно же, вы знаете, как они у него ставятся. Ничего нового я вам здесь не покажу, не расскажу. Давайте теперь хэты. Теперь вот здесь я хочу немножечко сделать ломаную штучку. Выбираю одну шестую степ и вот так двигаю. И, соответственно, теперь вот это клонирую сюда. И вот это вот повторяю вот так. Теперь кик. Первый так будет довольно разряженный. Один в начале и один прямо вот сюда в конец. Но, опять же, не ровненько. А вот с таким вот сдвигом, как у нас играет хай-хэт. Делаю его тише. Дальше. Бам-бам. И вот сюда. И потом вот так вот мы это дело сейчас склонируем. А здесь поставим еще вот сюда. И давайте сразу опен-хэт. И потом закинем это на плейлист. И вместе с лупом уже послушаем. Соответственно, опен-хэт будет у нас играть раз в два такта. Вот на этом вот месте. Раз. И здесь. Раз. А здесь еще его клонируем вот сюда. И слушаем. Все решает обработать очки на самом деле. Если мы возьмем группу ударных, выключим здесь обработки, то ударки будут звучать очень даже отстойно. Обработчики секретные. Если хотите их узнать, приходите ко мне в команду. Расскажу, покажу. То же самое на снейре. Без обработчик снейр звучит довольно противно. Из обработчик на снейре могу вам показать фрути-реверб и эквалайзер. Тут срезается высокий. А секретный плагин я вам не покажу. Нет, нет. На кик я решил рискнуть. Повесил сюда реверб. У хвоста отрезал низ до 580 Гц, чтобы не было каши на низах. Вот. И получилась такая ударка. Хорошо. Следующим делом у нас бас пойдет. Я решил здесь взять гитарный басец. Вот такой вот. Это значит бас от IK Multimedia. Это ребята, которые делают T-Rex плагины. Звучит она вот так вот. Но прежде чем написать бас на этот лупчик, давайте посмотрим ноты баса у этого лупа. Кидаем на канал с лупом Wave Candy. Выбираем здесь Spectrum. Выбираем здесь побольше Bands. Scale на максимум. И, соответственно, вот это вот я вот так вот расширяю. Мы сейчас будем смотреть, какие же у нас ноты баса у нашего сэмпла. Этого достаточно. Вот самая нижняя. F Fa dies. И потом на второй части Fa просто. То есть это у нас будет звучать примерно вот таким образом. То есть вот такая вот прикольная басуха получается. Давайте просто послушаем ударки с басом. Следующим этапом я подумал, что было бы неплохо добавить сюда пианино. Здесь есть какие-то клавишные, но хотелось более выраженного. Да, чего-то я выбрал здесь Retro Keys. Самый первый Press All Days. И партия пианино будет звучать у нас вот таким образом. И выглядит это вот таким вот образом. То есть идет у нас аккорд Fa dies минор получается. А потом Re dies мажор. Только корневая нота у нас на октаву выше получается. Плюс здесь еще вот такая дополнительная нота, которая у нас, грубо говоря, задает ритм и играет мелодию. Пам-пам-пам-пам-пам. Да, и на верхних еще там. И получается такое вот кайфовое пианино. Плюс эффект струмайза, да, такой. И вместе все это будет звучать вот таким образом. Напоследок, я решил в некоторых местах добавить еще больше чувственности. Как же я люблю чувственность. С помощью Descent Sembler. И у него есть вот такая вот вилончель потрясающая. И теперь сделаем небольшую аранжировочку с вами. Начнется у нас все, конечно же, с основного сэмпла. Дальше у нас вход идет ударочки с басом. В таком духе у нас будет играть 8 тактов получается. Потом следующие 8 тактов у нас добавится просто пианино. Но оно будет у нас под фильтром. Соответственно, вот Love Filter, который я показывал. Вот она автоматизация. Здесь вот как раз таки включается фильтр. Вот, дальше фильтр выключается обратно. И у нас вступают еще скрипки. И потом вот это можно клонировать. Вот, по большому счету. Но! Но! Я чуть не забыл вам рассказать еще про два очень-очень важных элемента, которые я здесь использовал. Потому что без них это будет звучать незавершенно. Какие же элементы, спросите вы. Значит, я искал разные треки для сэмплирования, чтобы сюда вставить. И в один момент я наткнулся на трек, в начале которого был вот такой вот звук. Я такой думал, вау! Это то, что мне нужно. И типа, можно дальше даже не слушать. Соответственно, я просто беру, вырезаю вот эту вот блинкалку. Я его просто взял и растянул до целого такта. Но! Это все равно странно. И поэтому я его пустил, конечно же, на октау ниже. Вот это вот вообще. Я когда это услышал, я думаю, бля, вот это круто. И, короче, здесь давайте покажу обработчики. Это же, опять же, Cymatics Memory. Как-то я его настроил здесь, как видите, на экране. Плюс добавил дилейчика еще. Чувствую. Вот. Ну и второй элемент вам сейчас покажу. Тоже после этого я продолжил искать разные треки, чтобы добавить их в этот бит. И нашел трек, у которого есть вот такое вот начало. Подогнал его по питчу и темпу. И получился вот такой звук. Ну и таким он сюда плохо вписывается. Поэтому здесь, опять же, у нас обработчики. Это, конечно, срез низких частот. Плюс здесь вот дилей, который я показывал уже неоднократно. Сделал ему немножечко сайдчейна. Добавил ему диффузии. Отфильтровал низ. Немножечко вверх. И включил пинг-понг с дилем в режиме 1.4. Плюс добавил ему развернутый дилей. Получился вот такой звук. С таким прикольным хвостом. Вот, и соответственно, если вот эта первая штучка, она будет звучать раз в 4 такта, то этот будет звучать раз в 2 такта. И все вместе теперь звучит вот так. Просто акцентик, такой небольшой акцентик. И все. Но уже задает что-то. А вот эта штука, она прям вообще... Прям wonderful. Я не могу. Я когда ее слушаю, это просто что-то вообще охеренное. Этот бит уже полетел в friendly tag. Я очень надеюсь, что он ему понравится. Ну, а если нет, то я со своей командой сделаю ему еще пачку. И если хотите попасть ко мне в команду, научиться делать крутые биты и двигаться вместе со мной в дальнейшем по пути на вершины битмейкерского олимпа, так сказать, то заполняйте анкетку по ссылочке в описании, мы с вами свяжемся и расскажем вам все подробности, как попасть ко мне в команду.